Добрый день! Всех поздравляю со Спасом. Последний наш Спас – Хлебный или Ореховый, но это народное название. Его церковное название – это не рукотворный. Это название связано с первым образом Спасителя, первой иконой. Это именно русская православная церковь. Спаситель. Всегда это 29 августа и Спас от слова Спаситель. В этот день категорически нельзя тяжело работать и убираться по дому. Считается, не будет денег. Я уже говорила про церковные праздники, они работают, что ко всяким несчастьям ведет, но именно Спас идет к потере денег. Так что советую в этот день не стирать, не мыть полы. И если вы ходите на работу, он это понимает, вы не можете этого избежать. Но если вы можете этого не делать, то вы не делаете. Огород – это тоже работа. И раньше к этому времени возревали орехи. Но это зависит от полосы, естественно, где оно созревали. И очень интересная традиция, что в этот день покупали ткани, холсты. Именно так и звучало. Холщовый паз, домотканные полотна. И я думала, с чем же это связано. А ведь полотна во сне, вот эти длинные рулоны – это дорога. Но не только дорога. Вот отмерять ткань все во сне – это длина вашей жизни. То есть люди смотрели на эти полотна, он продляет жизнь в эти моменты. Вот через такой символ. Очень интересно. Еще его называют осенний спас, потому что к осени дело идет. Но вот эти полотна и всегда покупали полотна. Шли, смотрели на них. Это же закладывали люди себе длинную жизнь. И покупали это полотно тоже как символ жизни. Конечно, дорогие ткани дают больше. Дорогая ткань еще дает, помимо всего, благополучие в жизни. Шелк, бархат, вот эти красивые, расшитые. Так что советую, у кого есть возможность сходить сегодня, посмотреть, где торгуют рулонами тканей. Ну, не только органзы, они должны были хотя бы, ну, хоть немножко поплотнее. Это же жизнь, если брать как символ. И считается, что первое изображение Христа было отпечатано на полотенце и перенеслось с Константинополя в Сирию. Это изображение. То есть это когда у Иисуса просили помощи в исцелении, кто просил и правитель сирийского города Эдесса, который страдал от проказа. И он обратился за исцелением. Христос его сумел исцелить. И после этого он попросил запечатлеть Иисуса, своего художника. Но художник не смог приблизиться к Иисусу никак. И тогда тот вытер лицом, на нем осталось изображение и отдал художнику. Вот с тех пор пошел спас. На куске ткани его изображение спасения. Но я думаю, что смысл этого, помимо религиозного, вот такой, прямого. А в 1944 году византийский император Константин выкупил нерукотворный образ у эмира Эдесса, который уже с 7 века был под арабами. И праздновали раньше 16 августа и 29 по нашему календарю. И что дальше со спасом нерукотворным, неизвестно. По одной версии, его вывозили крестоносцы на тонулом раморном море, то есть прямо в Стамбуле. А в другом, что он находится в монастыре Генуи. Но думаю, если бы он находился в монастыре Генуи, почему бы его монахи скрывали? Итальянцы любят паломников. И в храмы у них можно заходить и фотографировать, в отличие от наших. Мне, например, не очень нравится, что у нас нельзя не фотографировать ничего. А у итальянцев, пожалуйста, у католиков, сколько хочешь. Заходи, сиди. Смотрела и блогеры показывают. Такого нету. Так что, скорее всего, они бы его показали. Думаю, на дне мраморного моря. Почему он так решил поступить со своей иконой, не знаю. Наверное, чем-то разозлился. Он тоже очень эмоциональный. Но думаю, что так оно и есть. Ну, в общем-то, это первое урожае. После этого готовили колодцы. Мы заготавливали орехи, пекли хлеб из свежего. Ели освещенный хлеб в этот день и пекли пироги. И обедали с кем-нибудь, старались, ужинали, вернее. Старались собрать за столом как можно больше народа. Иначе верили, что останутся в одиночестве. Так что, если вы одиноки, может быть, вам имеет смысл хоть стакан чая в кафе заказать, где очень много народа. Но не сидите ужин в одиночестве. Или возьмите с собой что-то, посидите в парке, где много народа. Вот я так подумала, как это можно обойти. Ну, как в любой праздник, нехорошо ссориться. И еще после ужина мылись в бане и парились с орешниковыми виньями. Из-за ореха. Ну, это маловероятно у нас. Я только видела расчески из орешника. Ну, кстати, деревянные расчески мне не понравились. Не так они хороши для волос, как рекламировались. То есть, и не работали внутри дома. При этом, как-то странно, колодец они чистили, хлеб они собирали и орехи собирали. И при этом, говорят, нельзя тяжело работать. Так что вот тут противоречие. Я считаю, что, наверное, вообще нельзя работать. Ни по дому, ни в поле. Сколько было проверок с этими религиозными праздниками. И всегда было плохо. Вот на этом я попрощаюсь. Я бы сказала, это праздник долгой жизни и изобильной жизни. Даже речь идет о том, что денег не будет, если нарушить условия. То есть, это изобилие. И на это же намекают хлеб и орехи. В любых снах орехи – это к прибыли. Если в скорлупе, может, не такой счастливый. И пшеница, вообще сбор ее – это изобилие. Это богатство приходит в вашу жизнь. Ампара полная пшеницы золотой. Именно пшеница. Ну вот на этом я попрощаюсь.